Смотрите, кто пришел. Немецкие фрау этот Новый год вряд ли забудут. И обсуждают до сих пор настоящие африканские страсти. Причины, последствия, а главное, как страшно жить. Ведь только что на улицах немецких городов женщины чувствовали себя безопасно. Их неприкосновенность была притчей во языцах. Стрельба глазами могла быть приравнена к приставанию. Немецкий порядок на улицах был национальным достоянием. И вот Кёльнский переполог. Гуляющая новогодняя толпа, с которой смешались сотни мигрантов. И началось. Фрау хватали за все. Что есть те, кто пытался сопротивляться, валили на асфальт. Полиция доблестно пыталась насильников остановить. Но в схватке с молодыми разгоряченными иностранцами немецкие мужчины явно уступали. Результат. Почти четыре сотни заявлений о попытках изнасилования. Отставка главы кёльнской полиции, падение туристического потока, рост ультраправых настроений. Показательно официальная реакция. Ведь речь идет о нелегальных беженцах, называющих себя гостями фрау Меркель. Судя по роликам в ютюбе, уже обещавших подобраться к белым фрау поближе. Уже из лагерей беженцев, жаловавшихся на воздержание. То есть нападения были вопросом места и времени. Власти сначала молчали, потом посоветовали фрау вести себя осторожнее. Потом заговорили о неких организованных группах провокаторов. Потом в прессе появились даже обвинения в адрес агентов Кремля. О том, что мигранты нападают на женщин, заявили в Финляндии и Швеции, где уже ведутся разбирательства о замалчивании фактов в угоду политкорректности. Мой коллега Иван Благой отправился в Кёльн, чтобы понаблюдать за порядком на улицах и посмотреть, во что превратила город одна новогодняя ночь. Народный сход в Берлине. У станции городской электрички Марцан собрались наши бывшие соотечественники. Все обсуждают новость об изнасиловании их соседки, 13-летней Лизочки. По словам родственников, больше суток та провела в сексуальном плену у мигрантов. Но полиция уголовное дело даже не открыла. Полиция покрывает их. Полиция вчера надавила на ребенка и заставляли ее говорить, что она сама этого хотела. Что она, наверное, совратила этих бедных мужчин. Да, да. Твари. Тетя Лиза Марина рассказывает чудовищные подробности. Ее племянницу похитили прямо на автобусной остановке. Привезли к кому-то на квартиру. Ребенок рассказывал, что в квартире стояла только одна кровать и матрас на полу валялся. В квартире больше ничего не было. То есть... Все, они ее кинули на кровать и совершали свои деяния. А кто были эти люди? Сколько их было? Их было три человека. Сегодня в русскоязычной версии интернет-портала Deutsche Welle был опубликован комментарий представителя пресс-службы берлинской полиции. Цитата по результатам расследования не имела места ни похищения, ни изнасилования. И больше ни слова. Кто-то наверняка скажет о событиях в Кельне. В новогоднюю ночь полиция тоже молчала несколько дней. На этой неделе в немецком сегменте интернета появился очередной пугающий видеоролик. Один из новых немцев, он уже интегрировался в языковую среду, бахвалится перед друзьями, рассказывая об изнасиловании несовершеннолетней. По всей видимости, ее похитили. Нас было семеро вместе с ней. Двое на полу держали ее. Мы втроем сверху. Один снизу. Один выключил свет и стал ее насиловать. А она была девственницей. Представляешь, старик. Мы шестеро парней на кровати. Слышны одобрительные смешки. Кто эти люди, когда и в каком городе была произведена съемка, нам неизвестно. На странице в фейсбуке сообщество Анонимус, оно и опубликовало видео, советуют звонить в полицию. Но полиции сегодня доверяют не все. Это Дюссельдорф. Вечерняя перекличка городского отряда самообороны. Полиция наблюдает, но не мешает. Начинается инструктаж, кого нужно защищать. Речь идет не только о женщинах, а обо всех, кто слабее, на кого могут напасть. Новая немецкая реальность. Крепкие мужчины из местных патрулируют улицы. Мы показываем в своем присутствии, что хотим помочь правоохранительным органам. Когда совсем тяжелый случай, то мы зовем полицию и говорим, что и где произошло. Помогаем жертвам. Крах доверия к государству. Видя, как ведут себя приезжие, наглеют и немецкие, пьяницы и дебоширы. Алина в Кельне живет уже 15 лет. Теперь, если выходит вечером, то в кедах, чтобы быстрее бегать. И в куртке с капюшоном, чтобы не привлекать внимание. Слишком хорошо помнит, как сначала ее обокрали, а потом за ней погналась толпа мигрантов. Со всеми моими знакомыми что-то рано или поздно происходит. У кого-то пытаются отобрать телефон на людной улице вечером. Мы боимся выходить из дома вечером. Перцовые баллончики, дубинки, электрошокеры сметают с прилавков по всей стране. Склады почти пустые. Там как-то они наращивают производство, но все равно не успевают за спросом. Нара чего-то производство? Это реальный факт? Да, это реальный факт. Горячие восточные парни стволами, похоже, уже обзавелись. Вот так встречают каждый Новый год в этнических районах Берлина, Кроицберг и Нойкёльн. Мать с детьми вынуждена пробираться через настоящую зону боевых действий. Оказывается, новые немцы решили поиграть в войнушку. Стреляют из пистолетов. Мне разбили окно на балконе. Я сидела в комнате на диване. И, слава богу, меня не задело. А если бы сюда попало, то все. Как вообще такое возможно? Именно сейчас, после теракта в Париже, неизвестные с пистолетами бегают по улицам немецкой столицы. Какие-то сумасшедшие играют в огнеметчиков. Ну а правоохранители упражняются в толерантных формулировках в отчетах, скрывая происхождение правонарушителей. Лишь бы самих их не обвинили в симпатиях к неонацистам. В течение многих лет, когда мы пишем отчеты, мы не должны принимать во внимание происхождение нарушителей. Несколько лет назад мы изменили даже протокол общения. Например, мы больше не можем говорить о группах кочующих цыган. Мы теперь называем их люди, которые часто меняют место жительства. Это позорное заявление прозвучало на всю страну. Подобное происходило годами, потому что это было сказано прямым текстом. Таковы политические ожидания. После кошмарной новогодней ночи в Кёльне и других немецких городах ожидания, видно, слегка изменились. Все ждали демонстрации силы. Полиция не подкачала. С помощью водометов в середине зимы была жестко разогнана демонстрация антимигрантского движения ПЕГИДА. Поводом стало то, что демонстранты якобы бросали в правоохранителей петарды. Полицию тут же обвинили в провокациях. И вот что мы видим на видеороликах в интернете. Петарду бросает не демонстрант. Она взрывается далеко за оцеплением. А вот еще один взрыв, снова хлопок. Провокатора едва не хватает за руку. Сдержите этого человека, он бросил петарду. Он только что тут прошел, в сером пальто. Демонстранты уверяют, мужчина в сером пальто прошел через оцепление, предъявив полиции какое-то удостоверение. Меркель и ее окружение делают вид, как будто кражи и массовые домогательства. В новогоднюю ночь в Кёльне, Гамбурге, Штутгарте полнейшая неожиданность. Какая же неожиданность? Вот видеообращение канцлера от 2011 года. Мы должны принимать тот факт, что преступность среди молодежи мигрантов особенно высока. Но дело не только в преступности. Коммуны не справляются с наплывом беженцев. Размещать просто негде. Из Баварии к ведомству канцлера в знак протеста отправляют автобус с мигрантами. В немецкой столице их встречают граждане, недовольные политикой открытых дверей. Люди скандируют «Меркель должна уйти». На этой неделе опросы общественного мнения показали почти 60% населения, недовольные миграционной политикой канцлера. Ну а с каждым днем становится известно все больше деталей того, что же происходило в Кёльне в новогоднюю ночь. По данным федеральной криминальной полиции Германии, речь может идти об арабской забаве под названием «Техаружгамеа». На Западе об этом секс-флэш-мобе узнали после событий на площади Тахрир в Египте в 2013-м. Тогда толпа насиловала западных журналисток, которые рассказывали об арабской весне и победе демократии. Вот как это работает. Озверевшие от тестостерона мужчины окружают жертву. У каждого своя роль. Задача первых – телесный контакт, ближний круг. Другие смотрят, средний круг. Третий не позволяет девушке прийти на помощь, внешний круг. О том, что толпа мешала полиции добираться до кричащих женщин, рассказывают и стражи порядка в Кёльне. Но могли ли они что-то сделать без применения оружия? Вот посмотрите, как в Египте отогнать насильников от жертвы. Она уже упала на землю. Пытаются при помощи самодельного огнемета из газового баллона. Не получается. Это не только агрессия в отношении женщин, это агрессия в отношении мужчин. Это урок. Они показывают европейским мужчинам, что мы можем сделать все, что угодно с вашими женщинами. А вы настолько трусливы, что даже не можете их защитить. Руководитель профсоюза полиции не исключает на секс-флешмоб. Мигрантов приглашали через соцсети. Речь о закрытых группах. Никто не знает, что они там обсуждают. Только сейчас стало известно, что оказывается 31 декабря едва не была сорвана служба в Кёльнском соборе. За несколько часов до Нового года у входа в храм вдруг начали синхронно взрываться петарды. В тот момент внутри находилось порядка двух тысяч человек. Лишь чудом удалось избежать паники. Прихожане уверены, это была спланированная атака на церковь. И это еще цветочки. В Нюрнберге мигранты христианский храм вообще едва не подожгли. В Берлине срочно создают специальную группу интернет-чистильщиков. Задача удалять все сообщения в Фейсбуке, которые, как считают администраторы, разжигают межнациональную рознь. Люди взбешены диаспоры в ужасе. Народный гнев может выплеснуться на невиновных. Кто-то даже обращается непосредственно к тем, кто приставал к женщинам. Ребята, пакуйте-ка свои вещички и езжайте домой. Езжайте туда, где на вас бомбы падают, туда, где вас государство угнетает. Что вы вообще здесь забыли? Но на первом канале немецкого телевидения ведущий тщательно подбирает слова. Видно, чтобы не быть обвиненным в симпатиях к правам. Он спрашивает бывшего председателя партии «Зеленых». Стоит ли руководству полиции хотя бы быть на чеку, если сотрудники видят толпу из 400 мигрантов? Ну, мало ли что может случиться. Ожидаетесь ли вы это от полиции? Нет, я не жду такого от полиции. Аплодисменты за навес. Меньше чем через месяц в Кёльне стартует знаменитый карнавал. Красная помада, короткие юбки, пивные реки и, возможно, новые нападения на женщин. И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Льдовская, Фёдор Сухарников, Анастасия Берестенко. Первый канал. Германия.